Всем привет из 18 августа. Ой, сентября, товарищи, уже заканчивается сентябрь, 2023 год, это Рязань. Традиционная прогулка раз в месяц-полтора по площади Ленина. Здесь еще укладывают плитку, я показывала здесь ремонт шоу, а сейчас хочу, я сама здесь не гуляла, показать вам качели, которые сделали, лавочки вот такие поставили, все одинаковые. И сделали такую зону классную гуляльную, ну по сравнению с тем, что было, конечно, земля и небо. По вечерам мы проезжали мимо, здесь работают кафешки, горят огни, очень много народу, здесь постоянно катаются на качелях и взрослые дети. Судя по всему, будет реконструкция вот этого фонтана, потому что на той стороне фонтан работает, это торговые ряды по Первомайке, и с той стороны торговые ряды, и с этой стороны старинные торговые ряды, которые когда-то реставрировали, провели реконструкцию, сделали кафешки. Написано, что это детская площадка для детей от 3 до 12 лет, но здесь качаются и взрослые дети. Такие лавочки классные сделали вокруг деревьев. Хорошо, что не посрубали, потому что есть такая манера, когда делают что-то новое, проводят реконструкции, выкорчевывают старые деревья. Это каштан, он красиво очень цветет по весне. Эта штучка вам показывала, здесь можно фотографироваться. Здесь еще работают, на днях проезжала, здесь, да, укладывали плитку, сделали уже, наводят порядок. А, кстати, насчет роз, здесь же много роз, но они там... А куда они делись? Здесь были кусты розовые в прошлом году, а в этом я как-то не заметила, проскочила. И сейчас нет кустов, есть какая-то трава, и кустов нету вообще. Кусты убрали розовые. То есть реконструкция полностью прошла. Чернобрывцы, которых скоро не будет, может быть, некому за розами ухаживать, хотя с той стороны они такие красивые. Сейчас посмотрим, что там осталось. Надеюсь, они там остались. А, мы еще вот здесь вот гуляли. Ну, не один раз, конечно, не все же видео смотрите. Асфальт доделывают. Ну, я имею в виду, плитку кладут. Вот такие сделали сидения, чуть ли не на полу. На них, конечно, можно сидеть, но мне кажется, что на них больше бегают пешком дети. Поэтому они не сильно чистые. А здесь, я думаю, что качели для взрослых. Такие здоровые. Их недавно, кстати, поставили очень. Это вот с одной стороны, вдоль торговых рядов. Сейчас отбегу по площади. А, хочу успеть. Хочу успеть. Фух, успела. Аж бегом, аж запыхалась. Почему бежала? Время у меня есть, но я же хочу еще снять здесь немножечко. Недавно гуляли по почтовой, буквально. Да, уже почти месяц назад, ночью. Пол двенадцатого, двенадцать ночи. Это Рязанский Арбат. И, оказывается, здесь ночью кипит жизнь. Видео недавно загрузила на канал. Вот здесь молодежь тусит ночами. Не спят люди. Это мы спим десять в одиннадцать. А они полночи там гуляют. И там такая движуха, оказывается, столько молодежи в городе. Ну, пойдемте по этой стороне пройдемся. Это вторая часть торговых рядов. Там улочка Краснорядская. Там куча магазинчиков. Магазин тканей мне очень нравится. Ну, с таким нормальным выбором. Цены, конечно, у них повыше, потому что центр города, чем у где-то. Но выбор большой. Так, ну и побежали. Почему я еще начала снимать это небольшое видео? Оно небольшое. Хочу вам показать погоду в Рязани на сегодняшний день. Сначала была жара весь август. Потом похолодало до тринадцати градусов. Потом немножко потеплело. Двенадцать. Точнее, восемнадцать, двадцать, двадцать пять стало. И сегодня пятнадцать-двадцать. Но люди переоделись в теплую одежду. И они не хотят уже раздеваться. То есть уже как-то чувствуется осень. И все надели теплые курточки, пиджачки, плащики. Так, здесь что-то тоже реставрируют, ремонтируют. Ну, в общем, уже как бы осень чувствуется. Потому что кругом листья начинают опадать. Не все, конечно, но это только начало. Вообще теплая осень. Очень теплая. Аномально теплая, я бы сказала. И вот то, что сейчас пятнадцать, да, с небольшим ветерком. Мне лично жарко. Это я. Посмотрите, что я одета. У меня ветровка такая легкая. И футболка. Мне очень жарко. Я в станах и в кроссовках. И чувствую себя. Блин, такая была красота. Так все уложила. А ветер подул. И я, как всегда, на стиле. Пролетела сейчас мимо гриба, который здесь стоит. Ну, вы его тоже триста раз уже видели. О погоде. Мне жарко, потому что пятнадцать-восемнадцать. Это теплое, жаркое лето в Магадане. Поэтому я одевала пару раз куртку на подкладке. Ветровку, ветровку. Мне в ней было так жарко. Просто не передать словами. Поэтому я переоделась в этот вид. Хочется расстегнуться. Потому что солнышко на улице. Ну, и в продолжении прогулки. Розы. Все-таки здесь остались розы. Вот их на зиму срезают, убирают, за ними ухаживают. На той стороне были также кусты розовые. Как вы видели, их просто выкорчевали. Ну, видимо, так решило местное хозяйство. Зеленое. А они так пахнут. Ой, обалденный запах. Просто обалденный. И когда они все здесь цветут, здесь стоит просто офигенный аромат. Вот этот фонтан, он не очень красивый, но он, я так поняла, старый. Пока он работает, функционирует, они решили его оставить. А там полностью его реконструируют. Или убирают. Посмотрим потом. В этом городе все делается как-то неожиданно. Чего-то не ждешь. Они хлобысь-хлобысь деревья убрали. Хлобысь-хлобысь парк выкорчевали. Хлобысь-хлобысь новый дом построили, убрав все. Болото, озера. Боже, какие они красивые. Нюхайте. Красота какая. В общем, умеют уничтожать люди. Я, конечно, стараюсь видеть во всем только хорошее. Но я столько говнеца замечаю, к сожалению. Ой, что творят, когда им надо что-то построить, поменять. Они даже людей не спрашивают, что нужно, что не нужно. Сами по себе что-то вершат там в руководстве. Так, ну а мы побежали дальше, да? Снимаю просто телефоном. Не стала брать с собой камеру, ничего. Просто побежала бегом делать себе новые ноготулечки. Поэтому раз в месяц мы с вами здесь и гуляем в обязательном порядке. Все остальное внепланово, беспланово, так как проходит в Рязани много разных мероприятий. Я поделала много видео, выставила уже большую часть на YouTube. Ну а это между делом. Немножко о погоде в этом городе. Хотели мы как-то в японской кухне посидеть недавно. Места все были заняты, и мы обломились. Но попали в наш любимый ресторан, в котором всегда есть места, потому что, мне кажется, там самое большое количество мест. Это конюшный двор. Но я уже не говорю про шикарную кухню, как там готовят, потрясно. Ну и подумаешь, немножко дороговато. Сейчас везде дорого. Поэтому, когда тебе нравится кухня, мы ходим в рестораны именно на кухню, а не просто так посидеть, побухать. Побухать можно и дома. Вот так этот дом отреставрировали. Недавно он был закрыт. И сейчас такая отреставрация. Так вот, конюшный двор. Нет, это не реклама, но нам он очень нравится. Сделали разного цвета домики. И это жилой дом, вторая четверть, 19 века. Реставрация закончена. Два года шла. Ну да, оно было все загороженное. Посмотрите, как здесь прилично стало сейчас. Виноагент. Ага, импортозавещение. Наши вина. Видно, видно, что все по-новому. Новая плитка. Коллеги адвокатов. Обратно буду идти, сфотографирую. Красивое место. Ну и давайте заглянем с вами в парк. Маргеловский сквер. На зелень посмотрим и на эту красоту. Знаете, не могу нарадоваться, живя в Рязани после Магадана. Вот этой зелени, которая сопровождает нас с апреля. С апреля начинает все цвести, расцветать, зеленеть. Радуешься каждому листочку, каждой травке. Здесь внизу ателье дорогущие и дорогущие ткани. Не для рязанцев рассчитанные, а для крутых, наверное, каких-то приезжих. И мне нравится. Видите, как кусты стригут ровненько? Нравится зелень. Прям вот она до самого последнего, там до октября, наверное, до ноября. Зеленые еще стоят долго-долго, если они вот так не посохли. И если по весне цвет зелени такой яркий-яркий, она такая молодая, сочная. Сейчас она очень другая, очень разная, потому что все листья разного цвета. Что на кустах, что на деревьях. И лиственницы, они такие темно-зеленые. А весной у них такая зелень, хвоя яркая-яркая. То сейчас-то все вперемешку с желтым, с коричневым. О, машина как у нас. О, здесь тоже идет какая-то реконструкция. Вот это сюрпризы. Но это хорошо. Знаете, мы заметили, что в Рязани очень много делается. Очень много делается. И дороги, и скверы, и площади. И укладывают плитку во многих местах переделать. В этом году трубы перекладывали по Первомайскому проспекту. Очень много идет ремонта. И это заметно, заметно. Дворы делают. Конечно, не все, наверное, входят в эту программу. В каких-то ЖУ, жилищных компаниях нет денег. Ну, в некоторых просто офигенно. Вот, например, в этом дворе положили, наконец-то, асфальт. Я не знаю, сколько лет они его ждали. Может ли, 20, 30. Но они сделали такой приличный дворик. Кисюха, ты что такой колеший? Ты что такой хороший? А, ты наша звезда Ютуба. Так. Ну, в общем, покажу асфальт и все. И попрощаюсь с вами. Я вписалась, я успела. Еще и вам все поснимала. Небольшой втерок. Вот. Здесь было черт ногу сломишь. Фиг проедешь. И сейчас сюда не заедешь. Только по вот этой вот штуке. И здесь вот поставили такие штуки, чтобы не было проездного двора. Это правильно. Дом, конечно, старенький. Здесь вот была тропинка. Все позагородили. Не знаю, правильно или нет. Как я уже говорила, здесь, как и везде, наверное, делается не все для людей. Делают именно так, как видят высшее руководство. Но никогда не спросят, где проложить эту тропинку. Но здесь правильно, что двор огородили. Вот это территория двора. Гуляют дети. То есть они уже никуда не выскочат. Хотя там машины не ездят. А вот здесь вот просто они стоят. Въезд вот там по... Ну-ка, короче, ворота отодвигаются. Если раньше ходили насквозь площадки, то с одной стороны здесь вот хорошо сделали, что огородили площадку. Наводят здесь порядок, убираются. А с этой стороны территория, видимо, ничья. Ну, немножко мусор. Может, ветер раздул. Вообще, центр чистенький. Бывает хуже. И мне нравится вот эта картина. Нарисованная на стенке. Такие вот рязанские купола, дома. Там какое-то... Ну, короче, там училище или институт или чего-то. Я не знаю точно название. Каждый раз прилетаю, забываю. У меня, знаете, память такая девичья. Я в одну дырку влетела, в одну ухо в дырку вылетела. Ну, связанная с чем-то военную специальность. Здесь вот нарисована территория оттуда. Аж дотуда там вот стоят ребята в форме. А здесь вот заходят студенты, я видела. Проходит, выходит. Какая береза красивая. Высоченная. Ой, люблю вообще вот это место, двор. Выходим на Пожалостино. Там клены я вам как-то тоже показывала. Красивые черные клены. Они такие лысые, маленькие, зимой. И туи укутанные. А где туи? Туи срубили, что ли? Вот это интересно. Их нету? Или это туи? Какие-то маленькие, короткие. Может быть, их порубили? И фиг узнают. Но на зиму их заматывают. Вот этот каштан мы по весне наблюдали. Здесь с вами как он свел. Он был прям вот шапка цветущих цветов. Это вообще офигенно красиво. Здесь бы еще отремонтировать лампочки, покрасить или поремонтировать. Хорошие площадки есть в городе. Это, конечно, старенькое. Но все равно уютно и хорошо. Так. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Буквально несколько минут было о погоде в Рязани. В средине, ближе к концу августа 2023 года. С вами была я, Магаданка Анжелина, из вот такой солнечной и теплой Рязани. Точнее, из осени. До встречи в новых видео. Не забывайте подписываться, делиться. И там есть еще одна такая ссылочка. Такая ссылочка. Я не попрошайка, нет. Но я работаю над видео. Они занимают очень много времени. И я рада вас порадовать новыми видео не только о Рязани, но и о новых мероприятиях в этом городе, в других городах, о выставках, о музеях, о путешествиях, о кулинарии, о куклах и о шитье. Обо всем-всем-всем. Поэтому, кому не жалко, я вам разрешаю пройти по этой ссылочке. Там номер счета. Ну все. Всем пока. Спасибо, что смотрите.